Друзья, всем привет! Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о рассаде, поэтому я хочу с вами поделиться вот такой вот новостью. Вышла книжка «Страсти по рассаде», где автор Владимир Кирюшин и его мама Нелли Кирюшина. Приобрести можно будет в торговом доме Лерте и в издательстве Лота. Ссылочки будут в общем в описании. А сегодня мы будем говорить о рассаде, а вернее о ошибках, которые чаще всего совершают люди при ее выращивании. Ну, конечно, эти ошибки попался в прошлом году я, ну и, наверное, лет 30 назад попался и Володя. Я думаю, все попадались. Ты несколько преувеличиваешь. В возрасте 8 лет я не выращивал рассаду. В общем, в этой книжечке мы подытожили наш опыт по поводу выращивания рассады, дали практические рекомендации, как это сделать, чтобы не ошибиться. Ну, если вам интересно узнать об этом больше, можете приобретать. В нашем ролике описали 10 самых распространенных ошибок при выращивании рассады, которые реально критично влияют на ее приживаемость и будущие урожаи. Ну, а на самом деле их намного больше, но они мелочные эти ошибки, остальные мы решили их не учитывать. Первая ошибка – это использование некачественных семян. Да. Если вы купили семена непроверенного производителя, они могут взойти, могут не взойти, как повезет. Это лотерея в чистом виде. Поэтому не покупайте сильно дешевые семена. Ну, и плюс покупайте в магазинах, там, где вы знаете точно, что они правильно хранятся. Потому что если семена хранятся там, где ветер, дождь, они мокнут и промерзают, то они гарантированно снизят схожесть. Вторая ошибка – это использование некачественной земли или почвосмеси. Ну, да. Правильная почвосмесь должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой, не содержать возбудителей болезней и быть достаточно питательной. Чтобы не было комков там, да? Да. Потому что если, ну, хоть чего-то из этого нет, будут проблемы. А если вы берете свой грунт, то не надо выращивать рассаду тех культур. Вот, допустим, если у вас взяли из грядки, где росли капусты, то рассаду капусты там выращивать уже не надо. Сто процентов. Только киллы на рассаде вам не хватало. Третья ошибка – это неподходящая тара для рассады. То есть, или очень маленькая, или очень большая. Да. Если слишком маленькая, то понятно, что растение у вас ее полностью освоит и будет страдать, как твои эти огурцы выращенные, вот в таком вот горшочке. Если тара будет слишком большой, то, во-первых, она занимает слишком много места, такого драгоценного на подоконнике. И она очень тяжело отрегулировать полив, чтобы и не перелить, и не пересушить наши рассадины. То есть, может быть, гнить начну, да, это все дела? Может быть, или будет страдать от засухи. Следующая, четвертая ошибка – это отсутствие предпрессивной подготовки или, наоборот, излишняя стимуляция семян там, где она не нужна? Ну да. То есть, стимулятор – это такое себе ядерное оружие. То есть, вы применяете гормоны, которыми пробуждаете семена, которые не хотят сходить, или, скажем, плохо активируются, или еще что-то. Если вы не проведете такую подготовку, то всхожесть у вас снизится, но, может быть, какая-то будет. Если вы не простимулируете несколькими разными способами, могут быть обратно проблемы. Поэтому лучше всего в этих делах соблюдать умеренность. Ну и семена, которые обработаны уже, вот, да, вот, по-разбукпайли, семена не обработаны тем же террамом, то их активизировать не нужно. Да. Если семена у вас то, что в народе называют крашенными, то, как правило, они подготовки не требуют. Пятая ошибка – это температура и влажность, потому что для разных культур это разная влажность и разная температура, соответственно. Да, значит, проблема в том, что, как большинство растений, которые выращиваются через рассаду, очень теплолюбивые. И лучше себя чувствуют при температуре вначале 23-25 градусов, а потом не ниже 18 градусов. И если температура в помещении у нас падает ниже, чем 18, будут уже проблемы некоторые. Хуже всего, если у нас почва в горшке холоднее, чем воздух. Это прямой путь к корневым гнилям. А влажность? Влажность должна быть в районе 70-80%. Если больше, если туман, могут развиваться грибные болезни. Если меньше, то у нас будет очень пересыхать почва, и растения страдают от недостатка влаги. Будет слишком большое испарение, и придется слишком часто их поливать. Хорошо. Шестая очень распространенная ошибка – это несоблюдение сроков. Как только вылезает солнышко, народ хочет посеять семена, посадить рассаду пораньше. Как и о прошлом году. Ну да. И получается, что к моменту, когда уже можно высаживать растения, они жестко перерастают. Ну, о том, как узнать оптимальные сроки посевов для разных зон томатов и перцев, вы можете из наших роликов, ссылки на которые будут в описании. Ну, там карта есть, просто будет удобно, да. В общем, никуда не торопитесь. Лучше позже высаженные, высеянные семена и чуть-чуть более молодая рассада, чем переросшая. Кто-то мне говорил о такой принцип, я его запомнил, что лучше посадить молодую рассаду, чем моложе, чем старую, которая больше сидела у вас дома. Конечно. Седьмая распространенная ошибка – это заглубление семян и полив после сразу посева. Значит, друзья, коллеги, семена, когда вы сеете, есть определенные глубины. Как правило, они не превышают полсантиметра. По метвайдеру вообще сеять нужно на три толщины семени. В принципе, это правильно, если вы не боитесь пересыхания и устроили мини-парник. И сажать нужно в уже влажную землю, аккуратненько увлажняя ее сверху из пульверизатора. Если вы поливаете из леечки, это путь к тому, чтобы семена заглубились больше, чем надо, всходили намного дольше и опять же всхожесть сразу же резко упадет. Потом они плохо отделяются от семени. Это если слишком мелко. Ну да, это если вот полили. Можно же полить, так они не углубятся, а наружу. Ну да, да, да. Восьмая ошибка – это загущение рассады. Да, и в этом случае опять же не хватает места. Кажется, что семена маленькие, рассада маленькая и не соблюдаются расстояния между ними. Например, вот месячным помидорам нужно уже их высаживать по схеме 8 на 8. Капустам хватит расстояния 5 на 5. Если все эти гуще в рассыпи или по схеме 2 на 2, они будут тянуться, столкаться и страдать. По поводу тянуться, соответственно, будет следующая ошибка. Это девятая наша ошибка. Будет недостаток освещения. Ну да, это критично, как правило, для рассада, особенно ранней. Потому что если на растение попадает меньше, чем 8 тысяч люкс, они начинают уже страдать от недостатка света. Нужно, чтобы длина светового дня была часов хотя бы 12. Ну, такие условия складываются где-то в начале марта уже. Ну и плюс, помните, у нас был ролик, когда мы на коробку фольгу клеили вроде двух. То есть все, что вы можете сделать для усиления освещенности вашей рассады, стоит сделать. Оно лишним не будет. Друзья, и десятая ошибка – это пренебрежение закаливанием. На что наткнулся в прошлом году статья? Ну, что такое закаливание? Смотрите, у нас, если рассада выращивается на подоконнике, она живет в примерно стабильных условиях. То есть нет дневных, ночных колебаний температуры, низкая влажность. Условия совершенно отличаются от условий открытого грунта. И попадая в них прямо, это огромный стресс для растения. Они изнеженные и не привыкли к таким колебаниям, здорово страдают и снижают приживаемость. Чтобы так не случилось, нужно заранее приучить наши рассадины к яркому солнечному свету из открытого грунта, к колебаниям температуры, к каким-то ночным похолоданиям. Для этого сначала их выносят на 2 часа, потом на 4, потом на 6, потом оставляют ночевать в какую-нибудь теплую подходящую ночь, только на время забирая назад. Они постепенно привыкают и к моменту пересадки все уже хорошо. Можно использовать как промежуточный вариант для длинной рассады, переноса или пересадки горшков в теплицу. Вот такие вот 10 распосредненных ошибок мы сегодня рассмотрели. Их на самом деле не 10, их намного больше, просто те, которые чаще всего совершают люди. Ну и в прошлом году попался на них я, много из тех. Поэтому, друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте, конечно, лайки нам или дизлайки. Это как кому нравится, не нравится. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех роликов. Заходите в Инстаграм. Ну и, конечно, пишите нам. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok